всем привет про вас буханку немножко ролик короче суть такая заключается вот приобрел не я ну как бы я буду на ней тоже ездить мы сейчас ее делаем и вот мне интересно просто вообще выкладывать ролики поэтому или просто там где-то выложить что сделал или нет короче взяли вот такую вещь уже из салона все вытащили столики всякие сидушки вот эту всю муру я посмотрел я честно говоря ужаснулся я еще не садился за водительское место там еще будут вперед сиденья покупаться но это суть не в этом заключается сейчас я занимаюсь немножко маляркой потому что надо подшаманить очень слабые места оказывается тут есть оказывается но машина десятого года так же как вот моя ксюха с мотором я не знаю пока что но она как бы ездит все там ушатанная именно по патрубкам она идет пока что я ничего такого не заметил ну и по кузовщине это косяки так скажем заводские и когда люди за машиной не ухаживают есть определенные места куда забивается грязь конденсату некуда уходить ну и соответственно превращается в гнилье вот изначально было вот так вот вот с этой стороны внутри посмотрим да и с той стороны было точно так же и вот если здесь посмотреть вот такие вот места видите да то с той стороны я уже вскрыл вскрыл и сейчас я даже покажу я сейчас помаленьку зачистил короче сначала думал не глубоко там просто сверху но там фиг забили короче и там насквозь пришлось короче отрезной диск поставить и немножко все таки вырезать и с этой стороны вот так вот вот коцки все раковины я вскрыл может не все еще ну вот основные вот видите да как бы надо сделать вокруг чтобы потом этого часа обрабатывается химозой потом это все будет грунтоваться шпаклеваться и подкрашиваться и вот самое основное это вот то небольшое вроде бы выпучивание краски превратилось то что вот этот кусок он просто рассыпался и вот здесь вот находится вот этот пыль это вот от него то есть ничего целого здесь не осталось ну кроме основного кузова ну это он так скажем если его не обрабатывать и еще забить на года два то есть тут будет дыра то есть дыра будет где-то примерно вот такая вот ну и соответственно чтоб этого не было я вскрыл сейчас обрабатываю ну у меня есть опыт консервации этого всего дела надолго принципе хватит можно даже голову не забивать поэтому я думаю показывать не показывать вот эти вот вещи я не знаю тут где-то миллиметр на толщина металла то есть год у нее хороший это не фольга идет а именно достаточно прочный материал он пальцем не гнется например как моей ксюхе тут гораздо толще материал вот например спилены видите просто как у усман вот это вот буду затягивать хотел сначала сваркой и вот есть металл подходящий оцинкованные но вот что-то не не знаю я смысла и особого не вижу тем более это крыло тем более здесь будет вода стоять и я буду наверно по старинке это все делать сейчас продул канавки и пытаясь прочистить вот так вот в бок вот здесь вот должно вылазить проволока я прочищал то есть вот здесь вот идет вот этот металл и сверху крыло и где-то вот тут с крыла должна эта грязь конденсат стекать круче каналы эти все забиты причем они очень узкие и вот это вот вещь лучше короче сделать непосредственно ну я так думаю эпоксидкой хотя люди делают металлом но металл будет гнить потому что тут конденсат образовывается пылью забивается эпоксидки вообще все пофигу вот такие места она очень хорошо отрабатывает и переживает тем более это несущая конструкция и получится гораздо на дольше но каналы вот эти вот надо прочистить очень хорошо в общем как то так тут уже замочки отремонтировали замочки на всех трех дверях и вот с этой задней дверью тоже вот эти сколы краски вот этот вещь которая тут тоже выпала не работает шпонка вылетела вот она ручка сюда шпонка вставляется ну и соответственно тут вал он улетает не знаю стоит вообще это снимать или не стоит или все и так знают короче так то получается вообще как хата передвижная вообще тема то неплохая и причем она не такая ржавая как я посмотрел по роликам у людей это ужас какой-то здесь еще даже ступеньки не такие убиты то есть по металлу она получается даже ого-го считай 0 ну короче некоторые вещи конечно меня просто поубивали но это касаемо сварки швов как полуавтоматом вот видите проволока торчит так и электродами это где тут внутри я находил но сидят народ сейчас не увижу короче шумка новый корпус облицовка вот сейчас думаю как это все сделать здесь наверное вот я хочу попробовать все таки панель из эпоксидки накатать вот сюда то есть на задние двери панель из эпоксидки вот это все вибро изоляция обклеивать будем потому что вот это вот это вообще капец шум и виброизоляция эпоксидка еще это мне больше всего понравилось что все тут на саморезах это помню я юмор был такой знаете в далекие-далекие годы ну про синюю за ленту и саморезы так вот мы поначалу думали что вот это вот то что тут кузов весь на саморезах где-то коробочка лежала короче вон в бутылочкой переложу там пол бутылки саморезов там нет ни одного болта заклепки клепки вернее такой пластиковый знаете тут все на саморезах вот лютая дичь короче вот это все буду зачищать обрабатывать грунтовать отмывать снимать потолок шумоизолировать потом утеплять кстати три печки зачем я не знаю она полностью из металла это чисто тупо греть улицу зачем это делается конечно не знаю вообще такие вещи утепляется ставится одна печка нормально но тут говорят якобы перегрев есть я еще честно говоря не знаю эту штуку но я вот по кузовщине смотрю кроме как хорошего металла и здесь ничего хорошего не вижу вот мне интересно просто будет для себя вынести такой опыт я раньше такой фигней занимался когда был молодой но сейчас под старость лет мне такую такой вариант предоставили возможность очень не понравилось я сначала это не видел этого дела но вот уже сразу заметили то что везде где у нас двери ну вся такие полости вот здесь вот нет отверстий под слив конденсата то есть вода здесь стоит соответственно у этой двери вот прогнило я уже зачистил с той стороны уже не подлезть соответственно тут надо будет издалека либо вот так вот вырезать аккуратно чтобы зачистить вон тот угол и восстановить железо кузовщины которая ну весьма толстая тут какую-то ну двойного идет наверное все таки внутренняя и внешняя часть и здесь они завальцованы вот эти вещи все надо будет обработать хотя по железу я вижу что это очень долго будет гнить но если правильно все сделать по уму вот эти все косяки подделать сделать сливные отверстия водой проверить что реально вода сливается то вообще она еще дольше гнить то будет то есть она прослужит гораздо дольше тут уже бампера часть я выпрямил то есть тут был удар уже выпрямил человек чья эта машина под фаркоп потом это все дело обварить нет не вижу я куда он пихнул их показать а вот они вот так вот было здесь вмятина все то есть моло . я постучал и оказывается еще и жестянщик я просто не знал вот эту вечно вы тоже видите вмятина надеюсь видно надо снять тоже обстучать подделать потом подкрасить короче делов много предстоит восстановить проводку потому что проводки хана и вот вот это вот даже не знаю как здесь вот так вот придумали и провод может вот так вот вот сюда вот попасть нет никаких таких вещей типа знаете пластиковые накручиваются специально который не дает как бы никуда изогнуться и куда-нибудь попасть то есть вот эти вещи я буду тоже переделывать может быть интересно кому-то будет может нет если вообще смысл подобного выкладывать или нет проблемы с которым мы столкнемся в будущем она в электро не будет ни в коем разе переделываться это у нас у каждого есть вот такие вот машины у кого-то их больше у кого-то меньше и в основном я пользовался доставками ну и родственник тоже доставками пользоваться но в последнее время цены мягко говоря не очень и дешевле знаете 20 литров бензина купить сюда и смотаться по разным местам чем занимать газели и оформлять доставку потому что вот здесь они мы